Приветствую вас, и основной вопрос, который можно обозначить, это вопрос такого плана. А что конкретно вы готовы сами сделать для того, чтобы забыть этого мужчину, своего мужчину, и начать новую жизнь? Что конкретно вы готовы сами сделать? В какую сторону вы хотите двигаться? Например, существует достаточно простой способ – это гипноз. Гипноз может помочь вам забыть этого человека, конечно, не до конца, может быть не помочь, но, тем не менее, вам может быть будет легче. Это самый простой, самый легкий способ. Можно попытаться понять, почему вы не хотели замуж, и почему вы хотели замуж сейчас. Можно обратиться к вашему опыту и разбираться, как здесь предлагает коллега, что есть для вас слабость. То есть, нарисовать такой образ идеального мужчины, к которому бы вы стремились. И этот образ идеального мужчины вы бы себе искали. Вообще, создается ощущение, что вы хотите, чтобы мы могли вам найти еще одного такого вот мужчину, какой был у вас, для того, чтобы вы с ним получали все то, что получали с ним. Проблема заключается в том, что другого такого мужчины у вас не будет. И, собственно говоря, все люди индивидуально, все люди уникальны. Если вы до сих пор встречали только людей недостаточно сильных для вас, то это означает лишь одно, что эти люди не испытывали к вам никаких особо сильных шифт. А вот тот мужчина вполне себе избытовал. И вы, получая много внимания от мужчин вообще, естественно, можете выбирать. Для вас поведение этого человека было очень выдающимся, очень выделяющимся. И вы теперь ни на что другое не обращаете внимания, потому что поведение других мужчин не выделяется. Так вот, до тех пор, пока вы будете сравнивать всех мужчин с вашим, конечно, ничего не будет. Потому что своего мужчину вы видели только в идеальном свете и не видели его недостатков, кроме тех, что вы определили. Но эти недостатки, как я понял, для вас таковыми не являлись. И теперь все остальные для вас это лишь попытка заменить. Заменить того человека. И понимаете, в чем дело? Из вашего сообщения мне показалось, что вы хотите, ну, если не всегда, то, по крайней мере, да, почти всегда, получать то, что вы хотите. То есть, вот, соберете, чтобы все было по-вашему. Ну, понимаете, вот просто так взять и что-то сделать с вами нельзя. Нужно подумать. Есть у вас потребность. Потребность сильным мужчинам. Хорошо. Сильный мужчина, верный своим принципам. Ну, что, это такой человек один? Конечно, нет. Есть другие люди. Другое дело в том, готовы ли вы принимать такого света или нет. Готовы ли вы видеть в нем его достоинства, другие свои, не похожие на мужчину. Кроме того, я думаю, что у вас есть такое ощущение, что вы потеряли, или у вас украли, или вы самостоятельно упустили то, что принадлежало вам. То есть, вот ваш мужчина, он был ваш, он принадлежал вам, и вы его как бы самостоятельно упустили, а вы не привыкли упускать то, что принадлежит вам. И в этот момент тоже для вас новый, потому что вы как бы упустили самое лучшее, по вашему мнению. И теперь вы не соглашаетесь ни на что, кроме этого самого лучшего. И самое лучшее это потому, что вы удовлетворяли полностью свои желания с помощью этого мужчины. Не было похуже, что вы в него влюбляетесь. То есть, вот я читал ваше письмо, читал ваше сообщение, значит, и вы пишите, что встречались, значит, год, потом была у вас авария, потом вы переехали к нему, значит, в дом, жили с ним и так далее, и так далее. Но вы не писали, что вы его любите. Да, он вам помогал, он подращал вас в трудную минуту, и это тоже стало для вас проявлением мужественности, безусловно. И плюс для него, минус для других мужчин, но вы не писали, что вы его любите. Он вас поддерживал, он удовлетворял все ваши потребности. И в этом ключе можно сказать так, что вы нашли в нем идеальные средства для, так сказать, достижения всего того, чего вы хотели. Для вас это был действительно идеальный мужчина. Но идеальный мужчина в том плане, что он давал вам все это выходит. А вы, вы одним своим существованием давали ему то, что он хочет. Так вот, я все к чему это говорю. К тому, что во второй раз такого у вас может быть не случиться. То есть такого вот варианта, такого расклада у вас может не быть. И в отношениях вам нужно самой отдавать. Самой что-то давать человеку. Причем давать человеку безусловно. То есть быть готовым, быть готовым дарить мужчине ласку, тепло, даботу, чтобы он видел, что вы в нем нуждаетесь. Чтобы он видел, что вы проявляете к нему зимпатию, чтобы ему было достаточно бороться. Потому что не все мужчины, как ваш, готовы бороться только вот ради цели и стремятся к этой цели. И если вы не готовы так поступать, то есть не готовы сами на первых парах отдавать что-то мужчине и давать ему понять, что вы то, за что стоит бороться. Ну, очень велика вероятность, что вы остались одна. И, вы знаете, я думаю, что нужно немножечко отойти от потребностей ваших в пользу потребностей другого человека. И сосредоточиться на них, чтобы дать возможность человеку оценить, что вы для него делаете, и тем самым привязать его к себе. Вы же, изначально, считая, что молодой человек, ну, не достоин вашего предыдущего мужчины, возможно, даже не даете подчеркнуть ему нужным вам. И это, соответственно, определяет поведение, такое вот поведение. Вы также, конечно, можете действовать и в другом ключе, смотря на людей вокруг вас и выбирая мужчин именно исходя из внешних признаков. То есть вы сейчас знаете, что вы хотите, и именно такого мужчину нужно искать. Но искать как? Опять-таки, не по прямому сравнению, а по внешним признакам. Я думаю, что при желании такого мужчина найти может. Но, еще раз повторю, вероятность этого слишком мало. Вам нужно, именно для успешных отношений, вам нужно менять свое поведение во взаимодействии с мужчинами и больше внимания обращать на них. В какую сторону из отношенных мной направлений вы будете идти решать вам, как вам удобно, как вам лучше, что вы считаете для себя ближе, что вы считаете для себя более осуществимым. Это решать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. «Помогу» «Помогу»